Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Свободная трибуна» и я, ее ведущий Александр Катунцев. После парламентских выборов произошли кадровые изменения в областной организации партии «Удар». Сравнив результаты рейтингов политической силы до предвыборной гонки и на момент выборов руководство партии «Удар» сделало соответствующие выводы и приняло решение о смене одесского руководства. Естественно, с такими выводами и как следствие решениями бывший руководитель областной организации не согласен. Об этом и не только. Мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Сегодня в гостях у нас исполняющие обязанности председателя Одесской областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко Андрей Юсов и президент Южноукраинского центра этнических и политических исследований «ЛАД» Геннадий Чижов. Здравствуйте, уважаемые господа! Добрый вечер! Наверное, первый вопрос, Андрей Владимирович, у меня будет к вам. Все-таки интересует, почему руководство партии приняло решение о смене руководящего состава в Одесской области? Удар сегодня – это одна из наиболее влиятельных политических сил в стране, позиционных политических сил, третья фракция в парламенте и, безусловно, идет процесс преобразования и расширения, укрепления команды по результатам парламентских выборов. Речь идет не только о отдельно взятой Одесской областной организации. Подобные процессы происходят сегодня во многих областях регионах страны. Это и Сумская область, и Харьковская область. Определенные моменты есть и в Кировоградской области. Одним словом, мы растем. И понятно, что совершенно одни требования и критерии были до парламентской кампании, когда партия не представлена в Верховной Раде. И совершенно другие вопросы возникают, когда сегодня мы есть в парламенте, когда политический координатор партии удар Эдуард Веспович Гурвиц, но, собственно, тяжеловес украинской политики и тем более южноукраинской политики, необходимо делать выводы. Эти выводы сделаны, идет нормальный, спокойный процесс, партия развивается. То есть мы сохраняем все лучшее, то, что было, каждого члена, всех тех, кто хочет работать, всех тех, кто хочет бороться за демократию, за изменения в стране и в нашем городе и в регионе. И будем укрупняться и усиливать наши позиции. То есть, насколько я понимаю, ситуация находится в динамике, она развивается, то есть она не стоит на месте и в связи с этим развитием меняются и задачи, которые стоят перед партией. Поэтому наверняка происходят и кадровые ротации определенные. Кадровые ротации это нормально. Было бы намного хуже, если бы мы как партия регионов сегодня не могли поменять Азарова ни на кого другого. Да, вот сегодня уже и выборы прошли, а президент Янукович до сих пор не может определиться с выбором кандидатуры премьер-министра. Ну вот у них Азаров и все. У нас нет. Удар это большая политическая команда и присоединились многие люди, которые сегодня присутствуют в команде Виталия Кличко. У нас есть из кого выбирать. И в том числе, безусловно, если мы говорим об одесском представительстве, позиции Гурвица, позиции Куринова, позиции многих людей, которые провели прекрасную избирательную кампанию по одесскому региону, например, Сергей Белюк, который в жестокой схватке прекрасный результат показал против Давида Жвани, в абсолютно нечестных, неконкурентных условиях провел блестящую избирательную кампанию. Безусловно, таких людей необходимо мотивировать, необходимо укреплять позиции и привлекать их к партийному строительству. Поэтому это нормально, и мы будем это делать и впредь. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире и традиционно проводим интерактивный опрос. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Следует ли партии «Удар» сливаться с другими оппозиционными партиями? Опять же, три варианта ответа у нас. Да, 728-01-70, это номер телефона, по которому следует звонить, если вы считаете, что следует сливаться. Вопрос, ответ нет, вернее, по телефону 728-01-71. Если вы считаете, что лучше сливаться с партией регионов, то вам стоит позвонить по телефону 728-01-72. Пожалуйста, участвуйте в нашем интерактиве, нам интересно ваше мнение. А в конце беседы, я думаю, что мы с вами подведем итоги этого интерактива и прокомментируем его результаты. У нас, если я не ошибаюсь, есть звонок от телезрителя. А, звонок сорвался, пока звонка нет. Что ж, продолжим тогда нашу беседу. Дело в том, что мы коснулись как раз кадровых изменений, ротации. Вот бывший руководитель областной организации «Партия «Удар», конечно, был не согласен с таким решением. Понятно, я имею в виду о смене руководства. И собрал по этому поводу пресс-конференцию. У нас есть сюжет на эту тему, я предлагаю посмотреть его, а затем попрошу вас прокомментировать. Если опустить имена и обиды, то можно прийти к выводу. Решение полицовета «Партия «Удар» о смене руководства областной организации явилось вполне логичным. В самый канун выборов до начала августа 2012 года рейтинг партии по области составлял 4,3%. Неутешительный показатель, с которым в Верховную Раду «Ударовцы» не прошли бы. Тогда в Киеве было принято решение поручить управлению областным избирательным штабом молодому руководителю Андрею Юсову, а главам областной и городской организации стать его заместителями. Рейтинг партии в этот период стремительно пошел вверх, что признает и Сергей Рахубенко. Вы знаете, что более 14% набрала наша политическая сила в Одесском регионе. Это говорит просто о том росте партии, который произошел. Стоит отметить, что на выборах в самой Одессе результат удара достиг почти 21%. Но ко всему этому местное руководство партии не имело никакого отношения. По сути, городской и областной лидеры удара фактически саботировали выборы, ожидая провала действующего без их участия штаба. Организационные выводы в подобной ситуации неизбежны. О какой бы партии ни шла речь. На сегодня Сергей Рахубенко и Дмитрий Ергиев считали областную и городскую партийные организации чуть ли не своими личными. Та организация, которая сегодня закрывается, это была наша партия, наша организация, в которую мы строились с единомышленниками и мы поддерживали все те принципы, по которым она строилась. Вот та, что будет построена, областная организация, это не наша партия. Поэтому мы в эту партию перейти не можем. Впрочем, нынешнее поведение теперь уже бывших партийных функционеров лишь подтвердило их дистанцированность от целей партии. В этом контексте их выход из ее рядов абсолютно логичен. К слову, члены партии, которые не придерживаются позиции уже бывших руководителей, на пресс-конференцию попасть не смогли. Двери перед их носом были закрыты. А заявление о выходе более ста человек из удара их удивило. Я привез анкеты еще на сорок людей в районе, в партийском районе, люди идут молодые. Я им объяснил, что вот так, вот так. Ведь смена, будем говорить, керевника не повинна влиять на результаты партии или повинна в какую-то сторону, правую, влевую. В этом нет ничего удивительного. Ведь за годы существования партии «Удар» областное руководство максимально ограничило общение со своими первичными организациями. Я проводила на рынках просто среди народа агитацию о партии «Удар». Но я никогда не встретила и не слышала с областной, что кто-то есть. Честное слово, мы члены партии в Суворовском районе, мы потерялись. Вы понимаете? Нет, правда. Правда. Мы даже не знали, если бы нам не позвонили, мы не знали бы, куда идти и бороться, и болеть за партию. Честно, говорю вам, вы бы мне не позвонили. Сегодня пришел, говорит, а я вас не знаю. Я уже полтора года возглавляю районную арсенскую организацию. Он говорит, я не знаю, потому что мы друг друга не видели, даже на конференциях. Первичка городская и областная, чтобы собирали, знали друг друга, хотя бы в лицо раз в год или в полгода. А так мы пришли сюда, действительно никого не знаем. И как называется, одни выходят, другие приходят. Никто не хочет выходить из партии. Это наша надежда. Сегодня временно исполняющим обязанности областной организации партии «Удар» назначен Андрей Юсов, который показал себя грамотным руководителем в процессе избирательной кампании. И для него неудивительно то, что происходит, ведь это просто грамотные управленческие решения. В том числе «Удар» реорганизовывается и в Одесской области, где был очень удачный тандем, эффективное сотрудничество между лидером партии Виталием Кличко и Эдуардом Весповичем Гурвицем, который является политическим координатором партии «Удар» в Одесской области. В период выборов в Одессе и области партия власти активно использовала против удара черный пиар. Сегодня же, делая публичные заявления, Сергей Рахубенко фактически приумножает достижения власти в борьбе с оппозицией. Мы помним, в каких жестких условиях «Удар» работал во время парламентских выборов, в Одессе в том числе, сколько тонн грязи было вылито. И сегодня продолжается информационная кампания, инструментом выступают уже бывшие члены партии. Я надеюсь, что это поведение несознательное. Отстраненные руководители завирают, что по-прежнему верны идеям партии «Удар». К слову, Виталий Кличко предлагал Сергею Рахубенко, по его словам, одну из руководящих должностей. Но он отказался, так как планирует создать на базе удара общественную организацию. Геннадий Петрович, вот как вы оцениваете действия бывшего руководства Одесской областной организации партии «Удар»? Я оцениваю все, что происходит, как, скажем так, закономерный итог бездеятельности предыдущего руководства. Ведь если бы за этим человеком стояла бы большая, раскрученная, активная партийная организация, то она бы не позволила своего лидера отстранить от выполнения обязанностей. Но, кстати, то, что происходит в данной политической силе, она симпатичная, перспективная, интересная политическая сила, новая, молодая, набирающая обороты, очень стремительно. То, что происходит, это обычный процесс становления всех таких вот новых сил, которые претендуют на свою нишу социальную. Речь идет о том, что партия сама начала перерегистрацию. Это было объявлено 22 ноября на заседании политического совета партии. Соответственно, мы понимаем, что руководство партии подошло к вопросу комплексно, системно. Понимаем, что перед партией стали после выборов, после победы на выборах новые, более сложные задачи. В партию начинают вливаться представители других политических сил или самого движенца, что мы увидели сейчас на примере Верховной Рады, когда некоторые депутаты, около пяти человек, написали уже заявление о поступлении во фракцию. Поэтому партии необходим рост, партии необходим развитие и движение вперед. Но партия, естественно, обратила внимание и на то, что происходило. Кто же, кому раздать, какие медали, кому слонов раздать. Я увижу, что это было сделано действительно правильно, был грамотный подход. Оценка каждой районной организации района состоялась, городской организации, как областное руководство велось на протяжении выборов. И после этой оценки были назначены, опять же, очень правильно исполняющие обязанности, потому что на самом деле вопрос будет решаться на конференции официально. Как проголосуют партийцы, вот так и будет. В этой ситуации можно еще что отметить. Период, когда прошла конференция 3 декабря и 22-го, достаточно значительный, 13 дней. Если бы действительно была энергия созидания у отставленной команды, если бы был какой-то пафос такой энергичный их на выполнение программы, показали бы свои мероприятия, что они сделали во время выборов, они бы смогли бы это отрекомендовать в средствах массовой информации, смогли бы получить поддержку с помощью каких-то забастовок, я не знаю, каких-то митингов возле штаба, штабного офиса или партийного офиса. Ничего этого сделано не было. Похоже, что ведется какая-то кулуарная борьба и какой-то проект технологический на дискредитацию партии «Удар». Очень похоже это все напоминает. И таким образом я хотел бы сказать, что еще до конца не оценивая результаты работы нового партийного руководства, но штабная работа проведена на достаточном уровне. Партия набрала 13,7% в Одесской области. Результат, конечно же, очень высокий. И я хочу процитировать. Кстати, вот выступление мартовское, в данном случае мое выступление, когда я тоже указывал, что порядка 5% электората ориентируются на партию «Удар» вот еще задолго до старта парламентской кампании. Соответственно, при потенциале высоком и лидера партии, и самой молодой команды, мы видели, что идет топтание на место, идет прокручивание колесиков всех этих. То есть нет динамики. Да, динамики никакой не было. И мы не могли понять, что происходит. Вот наш центр исследует все партии в динамике, в развитии. Но мы не могли понять. А потом столкнулись с тем, что действительно, скорее всего, вопрос стоит в ошибке стратегической все-таки партии, в кадровой, когда не было правильно соблюден принцип партийного строительства. Это один из важнейших основополагающих принципов. А именно расстановка, первый отбор, расстановка, резерв, обучение, подготовка, отчетность, выборность, меняемость кадров. Все эти 7 принципов, они как почему-то, может быть, спешка какая-то была, может, что-то еще непонятное мне до конца. Но в целом я считаю, что упущение было сделано достаточно серьезно. И дай бог, чтобы в будущем таких ошибок не допускать, а более выдержанно и стратегически вымеренно подходить к этим вопросам, особенно таким, как кадры. Как известно, кадры решают все. Ну, кстати, что касается, вот вы сказали о дискредитации, я думаю, такой активный и высокий рейтинг, и активно растущий рейтинг партии невозможно уже ничем дискредитировать. Поэтому действительно молодая, перспективная политическая сила появилась в Украине. И это радует на самом деле. Что касается результатов этих выборов, то хотелось бы поинтересоваться, вот вы довольны теми результатами, которые были достигнуты на парламентских выборах? Как вы считаете, была ли достигнута поставленная задача? Либо все-таки планка стояла чуть выше? Ну, безусловно, необходимо проделывать работу над ошибками, и удар мог взять еще больше. То есть все-таки потенциал был выше? Мы могли более эффективно противодействовать административному ресурсу и фальсификациям, которые имели место. Но нужно, необходимо понимать, что удар, особенно по югу Украины, работал в необычайно тяжелых условиях. Вся машина, весь пресс, власть административного аппарата, информационный поток негативный, объектом была избрана именно партия ударов. Мы помним тот весь негатив и обвинение в ксенофобии, и во всех смертных грехах, и Кличко, и Гурвиц. То есть партия регионов для себя осознала, ее политтехнологи, что наибольшую опасность для партии регионов в плане перетекания электората, других позиций представляет именно партия ударов. И по нам били. Но этот удар одесская команда, всеукраинская команда мы выдержали. Необходимо четко понимать, где главные бойцы, чья это заслуга. Абсолютно правду нужно говорить. Ни штаб, ни областная организация не было бы такого результата без активной и эффективной работы, в первую очередь, лидера политической партии. Виталия Кличко и, безусловно, политического координатора партии ударов в Одесском регионе Эдуарда Юсуповича Гурвиц. Это сильный тандем, сильный кулак, команда, которая сработала и показала результат. И сегодня удар является лидером оппозиционных сил, демократических сил в городе Одесса и в Одесском регионе. Нам необходимо держать демократический фронт. Для этого нужно собраться всем и, безусловно, не допускать моментов, которые льют воду на мельницу партии регионов и партии власти. Вчера информационная атака была в лобовую со стороны партии регионов. Средства массовой информации, газеты, листовки, черные политтехнологии. Сегодня эта кампания продолжается в несколько другом русле. Я убежден, что тяжелые времена удар выдержал. Впереди будет много проблем, но однозначно мы идем в рост. С теми людьми, кто будет с нами, с новыми людьми, с новой командой. Мы должны защитить преобразование и обеспечить преобразование в нашей стране. И, безусловно, обеспечить преобразование и позитивные изменения в городе Одесса. Одесситы ждут, когда уйдет Костусев, Одесситы ждут, когда вернется Гурвиц. И удар должен стать тем фронтом, тем фундаментом, который обеспечит преобразование, необходимое в городе Одесса. Я думаю, что мы сможем. Я хотел бы добавить, что на этом пути очень сложным трудом нужно постараться максимально избежать ошибок. Ведь мудрый не тот, кто выберется из любой ямы, из любой пропасти, а тот, кто становится в шаге от нее. Нужно учесть опыт, который был у других партий, которые проходили в парламент и потом забывали о низах. Вот тут я хочу предостеречь руководство и общественность, и саму партию УДАР, чтобы она не допустила ошибки. Те, которые допустили предыдущие партии правящие. Народная демократическая партия Пустоводенко, Социал-демократическая партия Украины Объединенного Медведчука, Трудовая Украина, которая потом трансформировала в сильную Украину партию, которую возглавлял Сергей Тегибко и так далее, и так далее можно перечислять. Эти партии сделали ставку на то, что это бизнес-проекты, это лидерские проекты. Не придавали значения, что люди внизу и основой организации составляют первичные партийные ячейки. Люди на местах должны понимать. Вот тут ошибка главная зарыта. Соответственно, если партия будет стремиться взять власть еще больше в стране, если она выставит своего лидера в плане кандидата в президенты, возможно, такой вариант развития событий не исключается, то тогда ей нужно будет иметь минимум 10, а то и 15 человек на каждом участке настоящих активных бойцов, то, о чем говорил Андрей Владимирович. Безусловно, иначе перекупят, иначе запугают и так далее, и так далее. И не хватит никаких денег, как не хватило даже у таких олигархических партий, о которых я говорил только что. Ведь компания избирательная президентская стоила, по его словам, интерактив, прямая речь была, 70 миллионов долларов. Задумайтесь, где она брать, или партия, которая позиционирует себя как все-таки оппозиционная, которая опирается на средний класс, и которая подпитывается маленькими ручейками от предпринимателей, от бизнесменов, от малого бизнеса, от среднего, может быть, бизнеса, но никак не олигархическая. Соответственно, ей нужно расширять свою сеть, увеличивать численность, но при этом не забывать о качественном подходе, качественный состав партии, чтобы люди были действительно идейные, преданные. Тогда поверят нашему лидеру не только благодаря тому, что у него харизма и известность мировая, а потому что по конкретным делам. И то, что, кстати, предыдущее руководство игнорировало. Плана мероприятия мы не видели, активной деятельности мы не видели, значимых выступлений видели, лидерах общественного мнения никто не репрезентовал. Я абсолютно уверен, наверное, что партия именно будет строиться по этим принципам, потому что не раз даже лидер партии Виталий Кличко заявлял о том, что партия будет строиться по европейским демократическим принципам, поэтому я надеюсь, что этой партии не грозят такие проблемы. Ну вот, кстати, совсем скоро депутаты, которые вошли в новый состав парламента, они уже приступят к своей работе. Хотелось бы поговорить именно о политической работе в составе парламента, потому что нынешний состав парламента, ну скажем, такой нестабильный, и наверняка партия «Удар», вот даже мы сегодня проводим опрос интерактивный наших телезрителей и спрашиваем, следует ли партия «Удар» сливаться с другими оппозиционными политическими силами, то есть наверняка придется взаимодействовать. Как вы считаете, будет ли новый парламент вообще дееспособным для принятия действительно важных решений для страны? В ближайшие дни, безусловно, все покажут и расставят точки над «и». Однозначно, что партия «Удар» будет сотрудничать с другими политическими силами для того, чтобы защитить принципы демократии, парламентаризма Верховной Раде. Сегодня по последним дням жизнью действующего парламента, который, в общем-то, принимал бюджет, я не знаю, как в кавычках, наверное, можно назвать, и как это все происходило, мы видим, что есть реальная угроза делегитимизация власти в стране, в том числе и украинского парламента. И тут, безусловно, миссия и функция удара, наверное, ключевая в украинском парламенте. То есть, с одной стороны, это быть абсолютно четкой, явной демократической оппозиции к президентской власти. Мы живем сегодня в президентской республике, и абсолютно очевидно, что центр власти сегодня находится именно на Банковой. С другой стороны, быть центром и островом благоразумия Верховной Раде. Не поддаваться на провокации, не уходить в крайне право, не поддаваться на определенные популистские лозунги, занимать абсолютно четкую позицию и собирать вокруг себя абсолютно здравомыслящих, правильных людей. Очень тяжело и очень сложно. Для этого необходима энергия, которая есть у Виталия Кличка, и опыт парламентской деятельности, которая есть у Эдуарда Иосифовича Гурвиц. И тут, безусловно, и другие члены команды, тот же Виктор Пензенек, и многие другие, могут организовать абсолютно эффективную работу одной из самых крупных фракций в парламенте. Будет непросто. Вы правильно сказали, этот парламент пестрый, неоднозначный, нестабильный. Поэтому, с одной стороны, оппозиция, с другой стороны, здравый смысл. Удар должен и может продемонстрировать. Мое мнение такое, что не исключается, что заявленная совместная деятельность объединенной оппозиции во главе с Ясенюком, партии Свобода во главе с Олегом Тернинбоком и партии Удар, Украинский демократический альянс за реформой, будут работать совместно. Будут добиваться, во-первых, личного персонального голосования, будут добиваться принятия бюджета, как, кстати, очень хорошо, что мы отмечаем сегодня Ирина Гераченко, это третий номер списка партии Удар. Она заявила четко и однозначно, что бюджет по закону может приниматься только действующим правительством. Нарушено очень серьезный регламент Верховной Рады, когда отставленное правительство, утром в 9 часов утра вышел указ президента, а через несколько часов только было объявлено о том, что бюджет принесен в Верховную Раду. Так вот, вот эти вещи, когда партия демократическая, которая в своем названии имеет слово демократическое, кстати, очень хорошо, что очень давно не было слова демократическое, порядка 12 лет в наших выборах, реально силы не было с таким названием. Какие годы названия были, но только они демократические. И это очень хорошо. Если удастся, в самом деле, сохранить вот эту твердость, такую ударную позицию, то мы увидим, в самом деле, успех. И тут уже, может быть, в самом деле, партия Удар, надо продолжать вплоть до президентских выборов, держаться вместе с группой вот такого демократического позиционного лагеря, обязательно, чтобы не допустить подтасовок, фальсификаций, и будет попытки все-таки оторвать от этого количества 180 депутатов, оторвать тушек, переманить, что я, кстати, не исключаю, все-таки к правящему большинству. Вот поэтому сейчас срок испытательный для партии Удар настал. Ну вот, кстати, понятно, что работа в парламенте будет сложной и неоднозначной. Все-таки хотелось бы узнать, какие основные задачи стоят перед партией Удар в парламенте? Если можно, попозже мы поговорим о задачах на местном уровне, но все-таки о тех парламентских задачах, которые будут решаться в масштабах страны. Безусловно, есть программа «Партии Удар» и необходимый пакет законодательных инициатив, которые нужно внести и проголосовать для того, чтобы эта программа была реализована. Мы прекрасно понимаем, что сегодня еще вопрос, как будет вести себя будущий парламент? Какие законопроекты и инициативы будут поддержаны? Однозначно понятно, что партия регионов, и тем более коммунистическая партия, не являются партнерами по голосованию во многих позициях. И Удару будет тяжело, но тем не менее все инициативы, которые касаются и местного самоуправления, и многих других вопросов, будут оформлены законодательные инициативы и вынесены в парламент. Над этим сегодня работает группа экспертов и уже действующие депутаты партии «Удар». В том числе Эдуард Веспович Гурвиц готовит подобный пакет законопроектов и предлагает его коллегам на рассмотрение. Но кроме этого, мы понимаем, что сегодня у нас нет нормального демократического государства. И функция Удара однозначно тут, кроме законодательной, есть еще и правозащитная, и определенным образом демократическая. То есть Удар в будущем парламенте должен защитить права гражданина, должен защитить права оппозиции, должен защитить демократию не только в стенах парламента, хотя это первоочередная задача, но и во всей стране. Поэтому депутаты от партии «Удар» – это определенные омбудсмены в каждом округе, где они победили, в каждом городе, где были такие люди. И депутат от Одессы Эдуард Гурвиц – это не просто депутат парламентской партии. Это правозащитник для каждого одессита, который будет защищать, будет помогать, будет останавливать беспредел власти, будет останавливать беспредел Алексея Костусева и его сообщников, как правильно будет сказать. И для этого у депутата Верховной Рады Украины есть огромный набор инструментов. Есть люди, есть специалисты, которые знают, как правильно, как во благо территориальной громады, как во благо стране эти вещи используют. Что касается внешней политики, тоже интересно, почему? Потому что Виталий Кличко не раз заявлял о евроинтеграционном курсе нашей страны. Все-таки будет ли эта политика направлена на евроинтеграцию? Я однозначно считаю, что это правильный подход со стороны руководства партии «Удар». Кстати, сегодня состоялась переговора лидера партии «Удар» с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кличко выступал на съезде ХДСХС, который возглавляет Ангела Меркель. Мы увидели стремление партии «Удар» воспринять, как говорит, триединную формулу, как выражается Виталий Кличко. То есть это европейские ценности, это верховенство права и это демократические свободы. И вот эта перспектива, если сможет эту триединную формулу донести до нашего населения «Удар», он тогда как раз займет нишу партии, которая начала заниматься политической структуризацией. То, чего не делают другие партии. Парадоксально, но даже оппозиционная партия «Удар» не занималась этими вопросами. Население не могло понять, куда качается маятник. Она то левая партия была, то правая партия. Тут нужно определиться, занять свою нишу и подработать программу партии, я уверен в этом. И внешний политический вектор, слава Богу, что однозначно направлен в Европу для этой партии. Для этой силы это перспектива для нашей страны. Я хочу все-таки напомнить еще нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы непосредственно к нашим гостям по теме нашей программы, вы можете звонить по телефону прямого эфира 728-7207. Я думаю, что наши гости с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. Ну и вот как раз, я только объем телефон прямого эфира, у нас есть звонок. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот такой вопрос. Скажите, поможет ли партия «Удара» Виталий Кличко решить вопрос с нашим мэром? Наконец-то переизбрать его, потому что всем очевидно, что это плохой хозяин в городе Разруха. Ну, хозяин плохой. Будет ли какая-то помощь? Следует ли ее ожидать? Спасибо за вопрос. Я думаю, вопрос предельно понятен. Наверное, возможно ли такая процедура, вернее, какова эта процедура, что для этого необходимо делать и какие варианты, какие сценарии развития событий могут быть? Ну, про сценарий развития событий, наверное, более правильно говорить экспертам и политологам. Я скажу о том, что досрочные выборы мэра Одессы – это был один из лозунгов и принципиальных позиций, с которой партия «Удар» шла на выборы в Верховную Раду. И в том числе одна из позиций, с которой мы активно работали по городу Одесса. И от своих слов, от своих обещаний и убеждений мы не отходим. Однозначно, об этом заявил и политический координатор «Удара» в Одесской области Эдуард Вескович Гурвис. В Одессе необходимо провести досрочные выборы, и они будут проведены. Весь арсенал, который существует и доступен гражданскому обществу и политической партии в Украине, согласно действующему законодательству, будет задействован. Это и возможности депутатского корпуса, безусловно, это акции прямого действия, безусловно, это давление на власть со всех сторон. И Костусев лично должен понять, что он трагедия для Одессы и должен мирно уйти. И Киев должен признать свою ошибку и отозвать, так как он его назначил, я по-другому не назову, потому что выборы 2010 года, мы все помним, по многим оценкам были сфальсифицированы и наиболее грязные выборы по всей Украине во время кампании 2010 года. Выбором досрочным мэра Одессы в Одессе быть. Что касается механизмов, как вообще, и то, о чем мы говорили, какие сценарии возможны развития событий? Ну, к сожалению, вот новым законом о референдуме изменен порядок проведения местных референдумов. Пока что нет регулировано, правовое поле здесь не создано. Но в целом, конечно же, общественное давление, ведь власть еженедельно отслеживает, получает справку на стол администрации президента Куратор по Одесской области. Безусловно, такой механизм существует. Получает информационную картину недели. Что произошло за неделю в городе Одессе? Ну, происходят, конечно, вещи не самые лучшие, это понятно. Хотя наш мэр, уважаемый, себя презентовал как вторым решилие. Однако, по факту работы, деятельности его, трудно говорить, что какие-то успехи его сравнимы не только с вторым решилием, но и даже с предыдущим мэром, Эдуардом Гурецом, в частности. Потому что было заявлено первым литмотивом в работе Костусева, это привлечение иностранных инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата внутри города Одессы. Плюс вывод из тени экономики и так далее. Мы с вами особенного этого не заметили. Мы видели будки, шауромы, около 300 будок по городу развилось. Мы видели грязь на улицах. Много недостатков у мэра. И я об этом не стесняюсь, говорю на всех эфирах, на всех оппозиционных, неоппозиционных каналах. Это правда, это одессы замечают. Другое дело, что мэр Одессы набрал только 100 тысяч голосов. Правда, это неправда. Но мне кажется, что все-таки перспектива у нашего будущего, я так понимаю, кандидата партии, от партии «Удар», хотя Эдуард Горвис не является членом партии «Удар». Есть достаточно сильный, на этом фоне он выглядит, наверное, все-таки получше. Если будет проведена такая вот акция бессрочная, или как это будет называться правильно, то есть комплекс мер по недоверию Костюсеву, я думаю, что и будет объявлен досрочный выбор, и что не исключается, то тогда один из самых сильных кандидатов будет Эдуард Горвис, представитель, как я понимаю, партии «Удар». Самого механизма четкого, конечно же, нет, только добровольное осложение полномочий мэра, и потом, опять же, добровольное, это должна верховная народная, значит, выбор. Иначе может, ну, практически в нашей стране, что может быть бесконечно долго исполнять обязанности секретаря городского совета, исполнять обязанности мэра. К сожалению, пока такая вот у нас нечеткая законодательность существует. Есть масса механизмов, и если, например, прокуратура в нашем городе и в нашей стране исполняет свои обязанности, а не политическую установку, то, я думаю, Алексей Костюсев очень скоро перестанет, в общем-то, так вольготно себя чувствовать. Понятно. У нас есть еще один вопрос от наших телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. У нас на выборах было заметно, что очень мало молодежи было участвовало в выборах. Интересный вопрос к политологу. Мониторируется ли вопрос того, чем занято поколение 80-х? Мониторится. Это люди, которым за 30 лет. И я думаю, что эти люди, это сегодня должны быть самые передовые, которые должны интересоваться судьбой страны. Кто-то их мониторит. Чем они заняты, какие... Спасибо. Вопрос понятен, да, я думаю... Я приведу один нестандартный пример. Вот у меня сын учится в Петровском, это в Коминетарном районе, сельскохозяйственным аграрным техникам. Ну, любит он эту специальность, нравится ему. И вот я попросил его, ну скажи мне, кто голосует ваш коллектив, 28 студентов. Он говорит, ты не поверишь, папа, все 28 за удар. А как реально они голосовали? Настолько был жестокий пресс, что, говорит, хотели за удар, но голосовали уже, корейца, как получилось. То есть было давление и было... То есть давление было, да. Да, было как... Кстати, если говорить действительно о молодежи, Андрей Владимирович, вы наверняка анализировали результаты этих выборов, вы с молодежью общаетесь очень плотно и довольно-таки часто. Насколько она политически активна, современная молодежь? Молодежь всегда политически активна. Всегда, да. Абсолютно. Есть ядро активистов, на которых, в общем-то, держится не одно общественное движение, и в том числе, безусловно, огромное количество молодых людей активно работали и сотрудничали с партией «Удар», с другими позиционными силами. И, в общем-то, благодаря им остановлены были многие нарушения во время избирательного процесса, поскольку наблюдатели на выборах – это часто молодые люди, у которых есть силы, драйв, не спать, ждать, пока не закроются комиссии, пока не закончится бесконечно затягивающийся подсчет голосов. Это все на плечах молодежи. Но, с другой стороны, есть и негативная сторона вопроса. Это низкая явка, в первую очередь, молодежи, и именно в Одессе. В Одессе очень плохая явка избирателей. Если мы говорим о первом вопросе в нашей программе, это довольны ли вы результатами. Результатами – да, а явкой – нет. И я прекрасно отдаю отчет, что если бы явка была другой, если бы молодежь пришла на выборы, то показатели и партии «Удар», и оппозиционных сил в целом по городу Одессы и по одесскому региону были бы намного выше. В данном случае партия регионов сделала все для того, чтобы занизить явку, для того, чтобы не стимулировать молодых людей, студентов голосовать. Но мы проводили мобилизационную кампанию. Но нам необходимо понимать, что на следующих выборах молодежь должна прийти. И я обращаюсь сегодня, в общем, вот такие эфиры для этого и нужны, к каждому молодому человеку. Ваш голос очень важен. Прошли эти выборы и увидели, что партию регионов можно побеждать. Будут другие выборы, и очень скоро будут выборы одесского и городского головы. Местные выборы, местные советы, выборы президента Украины – приходите и голосуйте. Я уверен, что тогда все будет нормально, но кроме этого – честь региона. Но Одесса всегда была первая, и тут, получается, после Крыма у нас второе место по явке в стране. Это все-таки не солидно для нашего города и для нашего региона. Сто процентов надо побороться. Может быть, добавлю телезрителю еще такую информацию, что действительно динамика потрясающе плохая в плане выезда наших, наших молодежей за рубеж. То есть тенденция за год 60% желающих выехать за рубеж дошла до 80%. То есть все большее количество молодых людей стремятся выехать за границу. Именно заявляют, фанкетировали молодые люди об этом. Мало того, говорят, что 12-15% не граждане Украины, а одесситы. То есть вот такие вот перекосы идут, понимаете? А, кстати, не проводили исследования по каким причинам, какие мотивы выезда за границу? Что не устраивает молодых людей в нашей стране? Кстати, вот такой тоже вопрос в анкетировании проходит. Не устраивает. В первую очередь, это отсутствие первого рабочего места. В вторую очередь, это возможность зарабатывать столько, сколько считается необходимым для создания семьи и для содержания семьи. И третье, это, скорее всего, вот такая вот, ну, кстати, очень плохое, слабое влияние отношения власти к развитию культуры и спорта в стране. Это действительно видно, посмотрите на периферию, стадионы заросшие травой, и как бы там пытаются, конечно, власти нельзя не сказать, что она ничего не делает, но это вот такие спорадические, показушные такие мероприятия, которые раз в год проводятся. А в целом, конечно же, спорт упал на колени за эти годы, не только при этой власти, но и тогда уделялось внимание. В городе Одесса, кстати, перспектива есть, потому что Одесса еще как-то шевелится. А периферия очень плохо в этом плане показывает себя. Я считаю, что эти все пункты, опять же, по плечу, и все эти задачи выполнимы на политическом уровне. То есть вот то, о чем мы говорили, да? Программу нужно записать, более четко выписать. Да, в качестве одного из пунктов программы партии. Да, более жестко и более презентовательно выбирать компанию. Кроме того, есть практика, и, в общем-то, если мы говорим о спорте, то и сотрудники спортивных школ, и родители, которые водят сегодня своих детей на различные секции, могут сравнить работу этой сферы в каденцию Эдуарда Ивановича, и сегодня. Это две большие разницы, к сожалению. Есть с чем сравнивать. У нас есть еще один звонок. Телезрители, давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, какой порядок вступления в партию «ДАР» и принимаете ли вы еще одесситов в эту партию? Спасибо большое. Андрей Владимирович, думаю, это вопрос к вам. Принимали, принимаем и будем принимать. Если вы разделяете наши убеждения, программные принципы, мы рады видеть вас в рядах партии через сайт. Пожалуйста, обращайтесь, заходите. Необходимо будет прийти в офис партии. Сегодня, в ближайшее время, мы откроем, возобновим деятельность публичной и общественной приемной. И будем рады видеть. Пишите заявление в партию, пишите анкету, будем сотрудничать. Вступить в партию – это совсем несложно. И я скажу так, это не самое главное. Главное быть в команде, главное быть в ударе и занимать активную, жизненную, политическую, гражданскую позицию. Если вы такой человек, мы рады видеть вас в своих рядах. Ну вот, кстати, видите, звонки телезрителей говорят о том, что популярность партии не падает. Наверняка рейтинг ее растет, потому что есть все новые и новые желающие, которые хотели бы вступить в ее ряды. Что касается, мы с вами поговорили так подробно и емко о задачах партии на государственном уровне, в масштабах страны. Что касается все-таки, какие задачи основные, может быть, стоят перед руководством партии на местном уровне? Ну, опять же, мы озвучили очень важную проблему. И не просто проблема, это не политический лозунг, это не популизм, это жизненная необходимость для города. Каждый, кто видел буквально прошедшие дни, любые изменения в погоде для одесской власти – это катастрофа и проблема. Те, кто, водители, видят, что происходит с разметкой, видят, что происходит с работой светофоров. Мы все видим, что происходит с работой сферы ЖКС, с отключением из света, очень много-много вещей. Безусловно, бороться за досрочные выборы, безусловно, защищать одесситов. И тут функция в недемократическом обществе. Функция оппозиционной партии – это в том числе не только программная дискуссия, не только предложение других проектов, но и борьба за права человека. И, к сожалению, юго-восток Украины наиболее подвержен нарушениям прав человека разных сфер. И культурно-гуманитарно-экономически-политически абсолютно разные. И если мы говорим об Одессе, об Одесском регионе с беспределом властей на местном уровне, и чем глубже он, тем хуже на местном уровне, мы видим, что происходит в Одессе. Это у всех на слуху, у всех на виду. А что происходит часто на районном уровне, только вскрыто было во время избирательной кампании, как ввела себя власть в мажоритарных округах за пределами города Одессы. Это вестерн, это возвращение в 90-е годы прошлого века. Ну, в общем-то, есть над чем работать и есть с чем бороться. Мы будем это делать, и для этого есть и сила, и политическая воля, поддержка в Киеве, мощной команды и желание строить и развивать команду на месте. Я, кстати, тоже хотел отметить, что на местном уровне мне понравилась компания «Удара». В чем? Она была намного более совершенной и динамичной, чем компания оппозиционных сил. Ну, кстати, в городе Одесса там свобода немножко, как бы свой рейтинг подняла до 6% в Приморском районе, а по городу 5%. А по области однозначно лидером был удар. Оппозиционные силы себя дискредитировали этой компанией, там была неразбериха, все-таки серьезная, связанная с многими причинами. А вот удар выдержал, скажем так, удар. Особенно понравилось мне в 139-м округе поведение народного депутата Олиги Герасимюк, которая, как женщина, бескомпромиссно пыталась, как корица, коня насколько остановить тот беспредел, который происходил. Это все видели, центральные каналы показывали. Да, это говорит, кстати, о тех принципах, которые, собственно говоря, заявляла партия. О стойкости своих истинных борцов, членов партии. Что ж, спасибо большое за беседу, уважаемые господа. Было действительно интересно побеседовать, разобраться в причинах, узнать задачи, цели партии. Мне остается только подвести итоги нашего интерактива. Я хочу напомнить, что сегодня мы спрашивали телезрителей, следует ли партии удар сливаться с другими оппозиционными партиями. 13% считают, что все-таки да, взаимодействовать надо. Извините, 14% считают, что надо сливаться в 80%. 3% считают, что не стоит сливаться с другими партиями, то есть надо оставаться самостоятельными. И есть даже такие люди, оказывается, 3% наших телезрителей считают, что лучше слиться с партией регионов. Оказывается, среди нас есть, наших телезрителей есть и такие мнения. Есть люди с чувством юмора. Ассимилировать, ассимилировать ее возможно. Буквально по два слова и мы заканчиваем. Прокомментируйте результат нашего интерактива. Ну, в общем-то, это определенное указание к действию. И однозначно, что партия удар будет сотрудничать с партнерами по демократическому лагерю, с демократическими политическими силами оппозиции. Но вместе с тем мы должны оставаться и будем оставаться отдельной, самостоятельной политической силой, центром притягивания здоровых оппозиционных сил не только в парламенте, но и по всей стране. И, безусловно, в Одесском регионе и в городе Одесса. Нам необходимо защищать права всех категорий населения. Это и предприниматели, и молодежь, и пенсионеры. В общем-то, это финальное слово. У нас очень много работы. И, уважаемые одесситы, мы только вместе сможем ее сделать. И только вместе сможем защитить наши права. Спасибо большое. Спасибо за интересную беседу. Я желаю вам успехов в этой работе и в этой борьбе. Спасибо. Всего вам доброго. Что ж, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До новых встреч.